духовное исцеление в наше время естественно каждый задумывается над тем как лучше всего исцелять физические и душевные недуги человек что влияет на исцеление где найти эту целебную силу кто не задавал себе такой вопрос ответ же заключается в том что этот принцип исцеления покоится в подсознании каждого человека и больному нужно только изменить свою духовную установку чтобы снова стать здоровым как уже было сказано существует множество методов для того чтобы устранить духовные эмоциональные и физические препятствия мешающие потоку жизненной энергии которая наполняет и исцеляет нас если исцеляющие сила живущие в вашем подсознании направляется вами самими или другим человеком в правильное русло то она может очистить дух и тело от всех болезни и сделает это этот принцип исцеления действует в отношении всех людей независимо от их происхождения цвета кожи религии или вероисповедания подсознание исцеляет также раны и травма атеиста и агностика как светский так и церковный представитель духовной терапии следует советам священного писания и запирается в своей тихой коморке то есть расслабляется освобождает свое мышление от всего постороннего и концентрируется исключительно на присущим ему бесконечном и всеобъемлющем принципе исцеления он забирает своем для всех явлений процессов материального мира и доверяя свое желание подсознанию полной спокойной уверенности его он знает что внутреннее озарение даст ему лучшее решение но самое чудесное из всех познаний следующее представьте себе желаемый результат так живо как только возможно уже осуществленном виде и бесконечный принцип жизни про реагирует на ваше сознательное решение и четко выраженное желание именно это и составляет непосредственное значение слов библии верьте что вы уже получили и вам будет дано выберите совершенно определенную идею мысленный образ или план который вы хотите осуществить и теперь внушите своему подсознанию соответствующие содержание мыслей представляя их себе с максимальной живостью как уже осуществленное если вы с непоколебимой верой будете поддерживать в себе это представление уже осуществленного желания то ваша молитва будет услышана молитвенная терапия состоит в осуществлении совершенно определенной умственной деятельности которая направлена на достижение четко выраженной особой цели предположим что вы хотите с помощью этого метода разрешить определенную трудность вы осознаете что ваша проблема ваша болезнь или что-то другое вызваны негативными мыслями которые став еще более плохими из-за вашего страха отпечатались вашем подсознании с другой стороны у вас есть утешающая уверенность что вы сможете освободиться от своего бремени изгнав из своего ума все черные мысли поэтому обратитесь непосредственно к целительной силе которые находятся в вашем подсознании и вспомните о ее бесконечной власти мудрости и способности все обращать к хорошему сознательно думая об этом вы преодолеете страх и все ложные представления которые поселились в вашем уме конечно в интересах физического лечебного действия очень желательно чтобы объективные субъективные убеждения совпадали однако такая безоговорочная вера не будет обязательной предпосылкой если вам удастся полностью расслабить ум и тело и тогда ваше подсознание в этом состоянии полосна станет особенно восприимчивым к субъективным внушением и недавно один господин спросил меня каким образом священник смог меня исцелить я ведь не поверил ни одному его слову когда он мне сказал что нет ни болезни нематериальной вселенной упомянутому человеку это утверждение показалось абсолютно абсурдным и он воспринял его вначале как оскорбление своего интеллекта несмотря на это его исцеление можно легко объяснить ему велели вести себе некоторое время совершенно пассивно не разговаривать и не думать ни о чем затем священник вошел в трансцендентное состояние и внушил своему подсознанию около получаса непрерывно в мире и покое что его посетители совершенно выздоровеет душой и телом и будет вести уравновешенную и гармоничную жизнь больной вдруг почувствовал огромное облегчение и с этой минуты был исцелен подчинившись указанием священника и совершенно пассивно поддавшись его лечению больной исполнил акт субъективной веры который открыл его подсознание для целительного внушения священника успеху лечения таким образом не помешало действующие в противоположном направлении самовнушение пациента которое было вызвано объективными сомнениями в целебной силе и теории священника во время описанного выше сумеречного состояния сопротивление сознания ограничивается до минимума и на пути успешного лечения не остается никаких преград сущности действия лечения на расстоянии предположим вы узнали что ваша мама живущая в другом городе тяжело заболела лечение на расстоянии состоит просто в том что вы направляете свои мысли и чувства на представление здоровья и гармонии ваши мысли направленные на здоровье жизненную силу и совершенство будут переданы через медиум универсального подсознания и вызвать таким образом закономерный мыслительный процесс который исцелит организм вашей матери для этого принципа умственного воздействия не существует никакого временного или пространственного ограничения поэтому и местонахождение вашей матери не играет никакой роли по причине везде сущности сил универсального ума нет смысла говорить о лечении на расстоянии в противоположность терапии лично проводимой непосредственно на месте то главное даже не в том что ваши мысли всегда вдали с вашей матерью более того лечение на расстоянии основана на динамической силе представления здоровья благополучия и расслабления которые передаются подсознание вашей матери и там развивает желаемые действия